коллеги продолжаем смотреть торговой сеть зеленое яблоко и с владимир носковым операционным директором сети сейчас мы пройдемся по наверно классическому формата можно так сказать но конечно то что я называю классика и конечно для для тех кто и ранее не сталкивался с этой сетью я надеюсь что вам это действительно заставить подумать о том какие же могут быть ценностные магазины но здесь на входе мы общаемся с владимиром именно потому что вчера когда я впервые увидела этот магазин а увидела его в темноте и вы увидите как этот магазин выглядит темноте он меня привлек открытыми фасадами она привлек меня вот этой глубиной которую магазин может видеть это специально или называется если формат позволяет то почему нет конечно же это отчасти продуманная вещь потому что это некая дружелюбность да мы как бы приглашаем покупателя пройти к нам торговый зал и показываем то что есть у нас внутри friendly открытость ну что ж сейчас мы на улице четко видно там супермаркет зеленое яблоко здесь я яркий нейминг он уже виде которого логотипа и уже чуть-чуть видно что же нас встречает но добро пожаловать и посмотрим да но владимир и но все-таки вот я понимаю что вот нас встречает сейчас лестница это потрясающе ну а теперь наверно самому важному что нас точно встречает вам в этом магазине да это вот это вот атмосфера и пространство вот это первое что нас встречают вот этот шатер в местном этническом стиле и конечно же овощи и фрукты вот этот цвет краски сочность свежесть и обратите внимание то есть как мы выстраиваем подачу да то есть мы стараемся минимизировать здесь торговое оборудование и показываем товар лицом и конечно же мы показываем зеленые яблоки но естественно здесь максимально отражается тот нейминг который умеет я здесь рада что я могу здесь обратить внимание ваше как на пол так и на потолок на конечно тот шатер который нас встречает он действительно особенно когда мы еще снизу вверх поднимаемся то есть мы действительно вы действительно обыграли это максимально комфортно ярко но какой замечательный пол это мозаика которая специально создавалась под этот проект да это действительно это предложение решения наших учредителей когда вот детально мы прорабатывали общность да то есть общность первого впечатления когда ты заходишь и действительно это специально изготовлена под этот проект и потолок и пол и это как-то обрамляет отдел овощи фрукты и становится он целостным ну и здесь опять же я люблю подчеркивать эти велосипеды которые уже для вас может быть какой-то мере становятся обычными но эти сундуки боже это какой-то невероятная красота и это опять же возвращаясь к тем разговорам мы уже взяли интервью владимира уже более такое развернутое вы можете посмотреть у нас на канал и мы там говорили про туристов то есть туристический трафик это один из таких вот действительно уже важны для вас и здесь возможность посредством таких вот вещей познакомить людей с культурой это всегда очень здорово да это местная местная этническая колористика да то есть материалы все здесь в конве этого проект и дальше с вами в деталях также увидим и отметим для себя структуры материалы цвета гармоничность все сочетается ну что ж давайте продолжим смотреть с точки зрения антических каких-то мотивов потому что здесь мы как раз можем эту историю увидеть и как раз горскую кухню которую здесь мы можем увидеть совершенно другом исполнении отдельный момент что мы уже посмотрели ваш финального тот один из крайних проектов которые только-только автодом соответственно там мы ждем когда будет преображение то здесь мы можем уже увидеть вот завершенность и вот финальную подачу вы посмотрите вот сегодня мы с вами говорили о наших сотрудников посмотрите сколько людей работают для наших покупателей и делают с душой вот эти вот вещи блоки шел чуду и это все сердцем и здесь хотелось бы центрировать маня на том что это ручной труд как раз формируется больше шел это помните он состоит полностью из творога и потом он плавится нагревается да и вот получается так такой продукт мне сложно описать но вы уже попробовали на есть чем это действительно вот те кто в дагестане будете и это то что надо действительно попробовать чтобы прочувствовать но пришел нельзя есть как это если он уже он должен быть свежий приготовлен должен быть горячим а вот 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 да сегодня мы уже видели твистеры быстро но как может красиво сделать да посмотрите какое количество курицы там если все все продукты они сильно свежие и они качественные и это очень вкусно еще один момент мангальная зона там прям горит огонь и горит ну скажем так готовится угли для очередной закладки до много-много мангала рыбы мясо рыба овощи то есть и регулярно это востребовано люди уже привыкли покупатели махачкале привыкли к тому что они могут принести и взять свежий шашлык свежие греки рыба стейки овощи а сколько здесь квадратных метров здесь 1600 1600 и насколько я понимаю то есть вот здесь но я вижу просто много кулинарии но я цехов не вижу все верно все цеха находится за стенкой там такой же формат приготовления как и в автодоме то есть все все приготовление идет здесь на месте у нас там и больше скажу у нас там два этажа именно цехов два этажа цехов здесь хотел еще обратить ваше внимание на кондитерских изделий просто здесь как раз покупатели этот момент действительно пропустила но это просто как же хорошо что столько покупателей кстати хочу обращать обратить ваше внимание сегодня у нас вторник время сейчас четыре часа дня но уже там вечереет в тихонечку за окном вот и действительно покупатели магазине очень много это еще только начал вообще мы находимся скажем вот немножко еще про квартал который мы находимся это что это у нас это город каспийск или пригород махачкалы можно такого назвать мы находимся примерно в центре каспийской примерно в центре каспийской но я могу так сказать что вот если вот в ту сторону посмотреть то в принципе можно увидеть каспийское море а теперь уже переходя к тому что я сейчас вижу а я вижу 27 рублей 33 рубля цены конечно 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 мы стараемся чтобы вот наше собственное производство она была доступна есть вещи которые стоят чуть дороже но для того чтобы просто забежать магазин быстро схватить там сосиску в тесте схватить компот на это не нужно много денег и не нужно много времени и конечно мы должны как я и говорил ассортимент мы планируем для разных категорий граждан поэтому если доступные вещи есть более дорогие до которые уже больше к празднику относятся до то есть тортики пирожные дагестан очень любит сладости впереди еще увидим очень интересные витрины которые меня через привлекли внимание сейчас нам довольно трудно будет передвигаться потому что гостей покупателей много и явно любят здесь бывать если так немножко лавируя идем между такого количества здесь как раз 250 300 из каю готовый выпечки выпечки нам хлеба выпечка я конечно магазин золотой да есть такое но как раз этот свет он воспринимается с удовольствием местными жителями поэтому особенности менталитет верно да то есть это отражено я ну скажем вот эта пышность это восточность у нас здесь вот такая я понимаю что первых проектах там еще арабская вязь есть есть небольшие связки вот здесь мы как раз подошли к очень интересной группе это кулинария уже мясная дачные стейки да например каре баранины посмотрите уже подготовленного фумирована очень удобно и пистолетики да все правильно пистолетик здесь я тоже опять технологический момент отмечу вот сейчас вы наверно на кадре видите розоватый цвет на лице владимира да но ровно потому что цвет в данном случае работает именно на показ вот этой категории да и получается что да может быть картинка для нас сейчас не очень красивая но товаром максимально показывает тем цветом который максимально привлекает и дает вот этот всему покупки вообще этот магазин очень светлый мы реально его вот на контрасте особенно с одним из проектов который уже ну давно работает сети это прямо заметно что свет другой и это ну скажем так подкупает да ты приходишь и понимаешь тебе дольше здесь хочется находиться интересный артикул я хотел обратить внимание это все для удобства до до борщевой набор нут отваренный отварной то есть уже можно брать и делать например вот мы сейчас вас угощали тыквы да она здесь просто уже очищена и можно ее же просто но коллеги на цена конечно вот называется попробуйте угадать сколько может это стоит но это стоит 35 рублей понятно что когда тебе удобный форфактор дают конечно те кто москве сейчас скажет ну в москве невозможно такую цену сделать ну вот здесь получается наша собственная консервация тушен 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 как я же вы обратили внимание на борщевые наборы да то есть мы стараемся делать и подбирать позиции так чтобы облегчить облегчить хозяйкам быт быт и да и жизнь наверное в дагестане очень любят мясо да баранина говядина птица курица это все востребованные продукты и поэтому него уделяется особое место и особый акцент на эту продукцию правильно вы отметили что полуфабрикаты здесь конечно же играют большую роль тоже удобства да это сегодня важно а вот кстати один из наших стм да это наш собственный бренд различные курсы на бренд вкуснов то есть можно курсы различные котлеты долма это ручная работа каждое изделие здесь слеплена ручная ручная лепка различные ну долма знаете такие позиции как это по-киевски то есть весь ассортимент скажем так замороженных на любой вкус вкуснов ну что ж а молочки конечно много много из своей и соответственно федерального значения это прям видно различные бренды ну вот сделано в дагестане да у нас большое количество особенно фреш категориях до местных производителей так и знаете вот идешь 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 столько места столько полок понятно что в этом магазине нельзя было делать низкие полки совсем но я так понимаю что здесь вы уже не стали мучиться встали там делать повыше но по моему там у нас чуть чуть пониже да нет принципе плюс минус также да но единственное что пристельные стеллажи они комиссия чуть выше чем просматриваемые средние стеллажи вот мы с вами доходим до отдела с напитками воды напитки газировка ну конечно мы центральной россии если вы гуляли то мы бы зашли до сюда и увидели была к больно здесь в алкоголе не увидите не увидите да в нашей сети нет алкогольных и табачных изделий но при этом это же нет так скажем так здесь нет такого жесткого запрета насколько знаю что есть если магазины и алкоголь есть алкоголь на магазину но это оппозиция нашей компании мы не продаем алкоголь и табачные зыб а как тогда получается зарабатывает но в том смысле что когда мне рассказывают о том, что запустили в магазин, например, безалкогольной лицензии, и переживают, что нет, да получают необходимую прибыль. Как здесь это? У нас большой отдел сладостей. Это не наша категория, да, мы не работали с ним. Вчера, когда мы были в ресторане, в который невозможно попасть без записи практически, и в этом ресторане все люди, которых я видела... Ну, то есть он тоже без алкоголя, то есть там нет алкоголя. Это наш ресторан тоже. Да, 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 он входит в оси, то есть Перец Групп, он входит в группу. Я просто к тому, что и магазин вот такой большой, который мы сейчас видели, и предыдущий магазин, который мы видели, и вся сеть ресторанов, которые есть в Перец Групп, они работают без алкоголя и успешно присутствуют. Но да, но в случае мы понимаем, другой покупатель. И другие люди. Нет, мы очень часто видим туристов, и люди сегодня уже начинают задаваться вопросом, «Действительно, можно так». Или «А так можно было?» «Да, так можно». И мы видим большой трафик, да, то есть большой спрос и интерес. Вы правильно сказали, что, например, наш ресторан Пабаха, в него нужно записаться заранее, чтобы туда попасть? Вот такие вопросы, абсолютно разные. Я понимаю, что это абсолютно такой экспромт, и для нас это была действительно прогулка. Я с Владимиром вот прям вот мы вошли, и называется, сейчас опять вернулись к тому же шатру, откуда мы начинали. Владимир, большое спасибо. Я очень рада, что у меня была возможность прогуляться вместе с вами по такому магазину. Это действительно ценностный формат, это интересный формат. Я рада, что у вас есть возможность, ну, скажем так, познакомиться и уже серьезным образом управлять данным проектом. Надеюсь, что не последний раз и будет возможность посмотреть ваши новые проекты. Насколько у меня уже есть немножко понимание, что это что-то новое и совершенно удивительное будет. Но ждем. Спасибо, да, спасибо вам большое. Я думаю, что мы в ближайшее время будем снова увидеться. Будем стараться. Ну что ж, экспедиция ритейл таким образом просмотрела еще один магазин сети «Зеленое яблоко». Действительно, такие восточные нотки, большой ассортимент. Интересные продукты. Все это составляющее такого важного концепта, который в итоге создает правильного покупателя, ознакомит его с культурой и приучает к интересным продуктам. Здорово, что такие проекты есть. И рада, что вы получила здесь побывать. Коллеги, изучайте те материалы, которые мы создаем в рамках проекта «Экспедиция ритейл». Приглашайте в свои магазины. Будем стараться больше рассказывать об интересных проектах. И до встречи на сайте ritor.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...